Существует очень ограниченное количество инструментов воздействия на наше мышление и способов его тренировки. К большому счету мышление реально тренирует только жизнь, когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, с другими людьми, с другими точками зрения. И это такая естественная форма развития мышления. Даже этого на самом деле недостаточно, потому что мышление, как мы теперь хорошо знаем, благодаря самым последним исследованиям в области нейрофизиологии, протекает на значительной степени подсознательном уровне. Поэтому сознательно управлять им сложно. Поэтому я и сказал, что существует очень ограниченное количество методик, которые реально могут помочь нашему мозгу, даже не нам самим, а нашему мозгу начать думать. Само наше сознание, когда оно принимает решение, оно очень ограничено в количестве интеллектуальных объектов, которые оно способно учесть. И технология факт-карт – это тот инструмент, который позволяет вашему сознанию расшириться и учитывать значительно большее количество взаимосвязей внутри каждого из кейсов, которые вы решаете для себя. Что делает наши решения, конечно, значительно более продуманными. Продолжение следует...